Всем привет! Планирую сейчас приготовить завтрак, который будет очень полезен всем. Он будет низкокалорийный и будет относиться к правильному питанию. Для приготовления понадобятся свежие овощи, такие как стручковая фасоль, брокколи, горох, помидорка. И 3 яйца, молоко, ну может быть меньше яиц, кому как. Немного молока, специи и соль. А также для смазывания потребуется, для смазывания формочки потребуется растительное, либо оливковое масло. Я использовать буду свою древнюю форму, кексницу для приготовления завтрака. Будет в виде небольших оформленных формочек завтрак. Что надо? Вот хочу сразу сказать, пока у нас сезон овощей, все свежее на огороде, я буду использовать стручковую фасоль и брокколи. Они немного отварены, минуты 2 я варила в подсоленной воде, чтобы они потом уже были мягкие. Потому что так как для запекания нам потребуется всего минут 10 данного завтрака. Нужно будет нарезать на мелкие кусочки, но здесь просто соцветия их поломать, а вот фасоль стручковую просто порезать. Поэтому пользуемся тем, что у нас на улице лето и есть свежие овощи, по крайней мере в моем огороде. Если у вас чего-то недостает, можно заменить тот же самый горох свежий, например, на перец болгарский и так далее. По вашим вкусовым предпочтениям. И нарежем, может быть будет помидорка одна, может быть их будет две. Все зависит от того, как у нас сейчас по объему пойдет. И на квадратики я нарежу помидорку. Почему правильное питание? Потому что вот этот завтрак, конечно, можно приготовить на сковороде. Но для приготовления его мы будем использовать, наверное, много масла. А здесь мы просто формочки смажем. Смажем слегка. Прям маслицем. Не убегаем. Я прям буду капать капельку, потом даже, может быть, этих трех капелек на все эти хватит. Листочкой смажу. Хотя форма для запекания силиконовая. И вообще она предполагает запекание любых продуктов без смазывания форм. Что-то, наверное, здесь у меня уже лишнее. Так. Ну и вариации разные делаем. Кому-то, может быть, горох не нравится, значит, в формочки не кладем горох. Я вовсе положу всего помаленьку. Можно еще использовать грибы. В общем, что ваша душа любит, ваши вкусы какие, к чему больше лежат, то и кладем. Теперь приступим, то есть формочки загрожены, приступим к приготовлению заливки. Разбиваем три яйца. Всего-навсего. У меня яйца хоть и циаде, но что-то они очень уж мелкие. Поэтому я разобью три яйца. Подсолю, подперчу. Добавлю немного молока. Вбиваем. Так, ну все взбито. Молоко, конечно, лучше взять обезжиренное или низкий процент, чтобы было содержание жира. Просто заливаем формочки. Очень охота, конечно, сверху сыр добавить, но уже будет менее пп. Так, все загружаем в духовку минут на десять. Нужно будет наблюдать. Я сейчас уже в духовочку разогрела. При температуре 180 градусов я буду выпекать. Минут десять, максимум пятнадцать. Вот с пылу жару достало. Сейчас буду вынимать из формочки, как остынут. Такая красота у нас получилась. Пп завтрак готов. Можно употреблять. Всем приятного аппетита. Если вам понравился мой рецепт, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И если у вас тоже есть интересный рецепт, то делитесь в комментарии со мной.